Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Как мы сегодня анонсировали, у нас на прямой телефонной связи директор Латвийского центра эффектологии, профессор Байба Розенталы. Доктор Розенталы, добрый день. Добрый день. Да, вот все-таки прошло уже больше месяца с момента ведения чрезвычайной ситуации и пандемии. Со стороны кажется, что все-таки эпидемиологам, может быть, всему обществу удается все-таки контролировать в Латвии распространение этого опасного вируса. Как вам кажется, как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день с такой медицинской, может быть, точки зрения? Надо сказать, что все-таки меры предосторожности оказались очень эффективными. И ситуацию можно как эпидемиологическую, так и клиническую оценить как стабильную. Но в то же время, учитывая ежедневное большое обследование пациентов, потому что изо дня в день это, конечно, меняется от 1200 до даже 1900 анализов, которые берется на новый коронавирус. И из них бывают положительные 7, 12, самое большое, кажется, 19 за день. То есть обследование очень обширное. В отношении стационара попадают только те больные, которые болеют тяжело или на рубеже между тяжелыми и средне-тяжелыми формами. И вот что-то всегда в ситуациях есть, и хорошие дети вообще, так можно сказать, при пандемии, потому что 85% из всех зараженных людей не болеют. Они являются какое-то время выделителями вируса. То, что раньше называли носителями, но носитель обычно более продолжительное время. А тут это колеблется, конечно, по литературным данным, от 14 до 28 дней. Ну, то есть в этот период, конечно, человек заразен, он должен быть в изоляции, но в то же время никаких клинических проявлений нет. И получается, что для стационара подлежат лечению только пациенты, которые нуждаются или в интенсивной терапии, или не допустить до этой интенсивной терапии, что тоже возможно, учитывая то, что, к сожалению, нет самой эффективной профилактики вакцины. И лично я думаю, что ее и не будет, потому что вакцина не понадобится. Ведь коронавирус, он вообще не новый вирус. В прошлом веке, в 50-е годы, когда вообще пошла вирусологическая возможность изучения вирусов, скажем так, технологически, обнаружили и такие вирусы, которые вызывают симптомы простудные, в народе называемые. И вот четыре подтипа, которые отличаются небольшими белковыми структурами, они вызывают ОРЗ у человека. Совсем другие коронавирусы у животных разных, в том числе и у уже теперь известных и летучих мышей. Но откуда пришел этот вирус, для врача фактически это не имеет никакого значения. В тот момент, когда вирус преодолевает барьера видовой и переходит от человека к человеку и распространяется, особенно самым активным механизмом передачи, которым является воздушно-капельный механизм, происходит ситуация, которую мы видим. Это или эпидемия, если она ограничена на какой-то территории, или во всем мире, тогда мы говорим о пандемии. А то, что это все вопросы терминологии, вся классификация или терминология, это же как бы вопрос соглашения. Ну, как мы все согласились говорить. И не имеет значения, ну, такой дефиниции. Вот мы всегда говорим о гриппе, когда грипп начинается. Вот когда эпидемия, в Латвии сказано, 100 пациентов за неделю на 100 тысяч населения. А ведь многие страны, даже и Европе, не определяют такой порог. Это я уже объясняла, у нас часто связано и с финансированием. Поэтому там, где делаются упреки, мол, нет ведь таких пандемических цифр, это неверно. Потому что если идет новый возбудитель с континента в континент, нет такой страны в мире, где бы не был зарегистрированный новый коронавирус, тогда, естественно, это пандемия. А если какая-то страна хочет определить именно пандемический уровень, то есть или этот эпидемический, ну, наверное, впредь она может это делать. Но я хочу сказать, что в стационаре инферологического центра у нас до сегодняшнего дня лечились 81 ковид положительный или СТАР, СКО, 2, опять-таки. Но это довольно большая нагрузка на персонал. Да, конечно. Это большая нагрузка, потому что стационарно развернуто, все-таки учитывая необходимость изоляции пациентов, потому что они ведь в разные сроки поступают на 100 коек. Конечно, имеется очень четкий план Б, когда пациенты поступали бы в туберкулезное специальное оборудование, оборудованное отделение, когда тяжелые пациенты поступали бы в реанимацию стационара, то есть, опять-таки, если мы говорим, что есть план, да, он есть, очень четкий, но мы обойдемся без вовлечения других стационаров. Почему я это говорю? Потому что все-таки сезональность для вирусов, несмотря на то, что это новый вирус, то ОРЖД, она очень выражена. И тогда, когда говорят мне, что я не знаю, что в Италии 25 смешных градусов, я знаю, но я знаю, что в Латвии 4 у нас времени года, и что летом уходят вирусы ОРЖД, и приходят совсем другие вирусы. И это мы реально видим на обследуемых пациентах, на тех, которые поступают. Нагрузка-то большая, но в то же время, с другой стороны, пациенты не поступают так, как мы видим, пока у нас не было возможности видеть, ну, как бы, в очи то, что происходит в Италии, да, но как бы нет повода этому не верить, вот эти все теории, которые высказываются, на то, что реально у нас сегодня в реанимации 4 пациента, что в Центре инфекционологии реально умерших пациентов у нас 6. И я вам четко, я написала даже, скажу, 99 лет не от COVID-инфекции, но от других заболеваний с COVID. И вот тут надо сказать, что можно погибнуть от обосрения своих хронических заболеваний, которые вирусная инфекция провоцировала. И все равно COVID – это коронавирус, или это грипп, или это вообще какая-то другая бактерия вызвала где-то воспаление. То есть то, что при ослабленном организме, при иммунодефиците вызывает обосрение хронических заболеваний, а то и 2, и 3, это, конечно, уже в преклонном возрасте может привести к гибели пациента. И так я сказала, 99 лет, 75, совсем немного как бы, 86, 82, и двое пациентов 54-55 лет, но все пациенты имели более двух сопутствующих болезней. Не было ни единого пациента, который бы не имел серьезные сопутствующие рисковые заболевания. В то же время, из пациенара у нас выписано 54 пациента. И на сегодняшний день с утра у нас было 21 пациента. И за день, если поначалу поступало, вообще-то с подозрением, конечно, в общей сложности, у нас, то есть оказалось положительные 81, из них сегодня у нас 27, и выписано 54. Но в общей сложности с подозрением, поначалу ведь очень боялись, и скорая помощь привозила, и на обследование 344. То есть все время идет оборот пациентов, но он очень значимо уменьшается. И если я смотрю поступление по дням, то сейчас вот в последние дни 2-3 пациента, опять 3 пациента. То есть были даже, когда только один, вот я смотрю, 11-04, у меня очень четкая статистика идет все время. И мы смотрим, и мы видим, что действительно количество, даже средне тяжелых форм, тех, которые уже скорая помощь привозят в цепь инстологии, эти формы уменьшаются. То есть это значит, что какая-то часть населения имеет иммунитет, но недостаточно для коллективного иммунитета. Потому что вы очень хорошо знаете, коллективный иммунитет 85%, который мы добиваемся помощи детской вакцинации. И тогда действительно вирус не циркулирует. Но такого еще нет. И что я этим хочу сказать? Если даже лето, или это будет спокойным, но осенью он может вернуться. Но что опять-таки, вот в этой плохой истории, может быть, чудо-чего хорошего, вирус вообще-то ослабляется. И я более чем уверена, что так же, как вирус гриппа пандемический 2009-2010 года, через два года стал сезональным. Он включен и вакцину, и в большом случае не вакцинируется. И даже болеют те, которые средне тяжело болеют. И у них есть, это лабораторно подтвержденные случаи, когда пневмония поступает в пандемический, а был грипп. И мы являем вот этот пандемический грипп. Он стал сезональным гриппом. Но его все так называют. АН1-1 пандемический грипп. То есть эти параллели, которые идут, хотя вирусы совершенно различные по своей структуре. Вообще, кстати, коронавирусы, они хотя и на оболочке имеют очень много вот этих шипов, и где можно много мутаций получиться, но они не стоят существенные. Вирус по своей построению вообще очень простой. Аронковый вирус, он не такой сложный и не такой изменчивый, как вирус гриппа. И когда начинается осень, вы всегда меня приглашаете и спрашиваете, вот там в бюро болеет, все кашляют у кого-то, насморк у кого-то даже, может быть, и пневмония. В школе тоже самое. Вот это и есть вирусы ОРЗ, которые приходят с осенним сезоном. И так уйдет этот вирус, но осенью он вернется. Но, возможно, в более легкой форме. Хотя, учитывая противоэпидемические мероприятия, и я вообще надеюсь, конечно, как сказал премьер, что решение о отмене чрезвычайного положения будет принято, основываясь на советах специалистов, в основном, конечно, эпидемиологов. И я уверена, что ситуация будет, то есть чрезвычайное положение, если вдруг что-то не изменяется, будет отменено. Но какие-то меры осторожности, вот это социальное дистанцирование, не то, что сидеть дома. Дома надо сидеть тому, кто ковид-положительный, вирус-положительный. Но социальное дистанцирование, то, что мыем руки, дезинфицируем руки, это все очень правильно. А почему? Потому что вот эти мелкие аэрозоли с высочной инфекцией, которые в 80%, как я говорю, здоровый человек, красковременный носитель, будет попадать на разные поверхности. А сохраняется он хорошо. Хорошо, да. Разным данным, разное время, до 72 часов, даже на поверхности мобильных телефонов. Поэтому следует, если безрасмором, вот на ваточки поставили, и проехать по телефону, если лаптоп был с тобой, или, ну, вот такие плоские, наши модные разные вещи, которыми мы пользуемся. Я вот хотел все-таки задать вопрос. Понятно, что и врачи набираются опыта с этим, ну, относительно новым вирусом. И когда вы были у нас в эфире, то есть, ну, только эпидемия разворачивалась, сейчас уже и у врачей накоплен определенный опыт. Ну, мы, поскольку мы знаем, что нет такого специфического лекарства, ну, вакцины нет, это мы тоже уже обсудили, то возникают разные слухи, кто-то пытается, видимо, сидя на диване тоже быть экспертом, начинается рекомендовать те или иные лекарственные препараты, ну, говорят, что достаточно эффективны разные варианты средств от малярии, кто-то говорит, что применяли даже в отдельных странах от Эболы. Вот что вы можете сказать, исходя из опыта вас и ваших коллег в инфекционном центре? Могу сказать, что, конечно, мы руководствовались вузовскими рекомендациями, но сейчас, конечно, тень на вуз определенная все-таки есть, она выражена разными странами и такими большими, как Китай и США, и, конечно, это какие-то, ну, все-таки такой нестабильный завет. Но мы руководствовались и читали, что у нас еще не было случаев, что вуз рекомендует, во-первых, это действительно противовещинфекции препарат, который называется, я по химическому названию могу сказать, комбинированный лопинавир и ритонавир. Мы этот препарат официально, конечно, по вузовским рекомендациям попробовали, мы эффекта от него никакого не видели, тем более, я вам еще скажу, мы смотрели и вообще смотрим, как в США есть университет Массачусетта, который дает как бы, ну, не алгоритмы, а вот протоколы, как они лечат, и в первой версии у них действительно вот этот лопинавир и ритонавир существовал, а сейчас они во второй версии убрали, и мы тоже самое, на совсем маленьком, конечно, соответственно, недостаточном, но почему я была очень скептично настроена против этого или ну, за эти лекарства, потому что я не понимала, какой же механизм действия этих препаратов при ВИЧ-инфекции совершенно четко. Это препараты, которые парализуют фермента, называется протеазой, которая делает новый ВИЧ-вирус. А тут какой-то кто-то сказал, что есть фермент протеаза? Нет. А просто так давать? То есть мы никакого эффекта мы от этого препарата отказались и посмотрите, американцы отказались. Второй препарат, который был, это вы правы, противомалевийный препарат, который химически называется хидроксихлороквин. Ну, фирменный я, конечно, не имею права называться. Ну, конечно, но это на основе хинина, да, в том числе? Да. И что вы думаете? Этот препарат там написано, это очень токсичный препарат, но при малевии это кратковременное, да, и то всем не идет. Но мы попробовали действительно есть именно эта токсичность, которая, и мы опять-таки отказались. И единственное, которое мы до сих не имеем, и возможно, в ближайшее время есть такая программа, разрешенная, это всегда такая была. Вот и при С-гепатит, когда у нас эффективных лекарств не было, но уже их предлагали, и уже вылечиваем сейчас С-гепатиты хронические, так называемая программа, ну, быстрой возможности получить, или программа сочувствия, идут и без программы, теперь бесплатно дают. И вот есть такой американский препарат Рен-де-Савир. Вот так химическое название Рен-де-Савир. Вот этого еще, но мы его в агентстве по лекарству запросили, и в ближайшее время мы надеемся, что препарат будет. И он и в этом протоколе Массачусетс. Все остальное, ведь тогда надо изучить и посмотреть, но, не знаю, занимается наверняка, кто-то занимается возможно этим. Ведь механизм при вирусных инфекциях, чтобы вообще сделать противовирусные препараты, четко знать структуру вируса, и на какую же структуру мы хотим поддействовать, на какой-то пигмент, который обеспечивает размножение вируса, или не дать вирусу в оси в клетку. То есть многие возможности существуют, но есть ли возможность придумать такой препарат, химическую формулу, это совсем другой вопрос. То есть специальные противовирусные препараты, как вот осотомивир при гриппе, такого не существует. Но это, конечно, надо сказать, к сожалению. Но мы знаем, что с хорошими результатами используется плазма переболевших. но, конечно, это, если мы читаем, ну, это логично, ну, посмотрите, например, если человек укусила, ну, там, неизвестная собака, которая не вакцинена, или неизвестна, то сразу дается противобешенство, сыворотка, и параллельно вакцинация, да? Да. Мы как бы должны быстрее сделать иммунитет, чем вирус размножился, если вдруг он там был в этой слюне. И эта сыворотка ничего другое, как полученные готовые иммуноглобулины из вакцинированных или людей, ну, это очень дорогая, тогда иммуноглобулином называется, или там вакцинируют, ну, потому что против гестроженства есть вакцина, лошадей, и это лошадиная сыворотка. То есть сыворотка от, или плазма от переболевших людей, которые содержат антитела. Но это перспектива, если инфекция будет продолжаться. Мы даже говорили о возможности нашего лотвийского центра донорского вообще производить, если были такие переболевшие люди, которые в таком возрасте, когда можно сдавать кровь, и если они хотят этого делать, и потом перерабатывать. Но то, что это совершенно известно вообще ранее при других кинфекциях, да, это эффективно, плазма, да, дает. Это совершенно классика инфекологии. Но, к сожалению, вот этой плазмы или иммуноглобулина тоже еще нет, потому что иммунизировать здорово нечем, вакцин нет, но опять-таки, если мы смотрим, то я понимаю, я как врач, действительно, мы переживаем каждого человека, которого мы теряем, потому что для каждого вот это единый, единственный человек, самый, 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 но если смотреть вот так вот по статистике, и возьмем минигококковые инфекции, которые генерализованы гнойные минигиты и воспаление мозговых оболочек, да, и мозгового вещества, вот эта эпидемия в Латвии была с 75-го по 86-й год. За год заболевало несколько сотен человек, сейчас еще нет 100 заболевших, да, то есть клинически манифестированные и смертность тоже была довольно высокой. Смертность была 15%, то есть из 100 15 умирало. При лептостерозе смертность, это такая геморрагическая лихорадка, где смочу это лептостиры, бактерии выделяли огражены, там смертность до 30% при клинически манифестированных тяжелых формах, то есть а если тут мы смотрим, все-таки и фон, фон, который у человека уже сопутствующий тяжелый, в первую очередь сердечно-сосудистый, к сожалению, второе, это легочные заболевания, третье, это слабость иммунная система, а слабость мы получаем, я уже много об этом говорила, при помощи разных лекарственных препаратов, которые дают возможность человеку жить и принимать их надо при других заболеваниях, но, например, пересадка почек, или, ну, самое частое, или можно и придумать пересадку, не придумать, а есть у нас более 15 пациентов, которым пересадка печени, вот всю жизнь иммунодепрессанты, иммунодепрессивные, да, чтобы не оторгался орган, который пересаживает, то есть иммунодефицитные состояния у очень многих, и чем длиннее продолжительность жизни, то больше людей болеют разными болезнями, но их мы компенсируем при помощи медицинских как препаратов, так и даже разных манипуляций, ну, например, шунтирование или вот короноразиофия с размещением вот этих стендов, стендирования, но человек живет и сердце работает, как мотор, а вдруг приходит какой-то вирус или бактерия, в данном случае вирус, и может случиться и самое плохое, победить вирус. Да, вот говоря действительно о том, как именно центр инфектологии, как такое передовое в данной ситуации медицинское учреждение, как вам, как вы оцениваете все-таки государство сейчас обеспечивает вас, медиков, всем необходимым? Вы знаете, сейчас обеспечивает всем необходимым, и надо сказать, что я вообще и моя команда, мы профессиональные инфектологи, ну, такие классические, и то, что эпидемия и пандемия, время от времени случается, я так много наслушалась того, что мне даже говорили, ой, что там, она этими своими инфекциями, это же в Африке только, или, ну, что там, или не там, но у нас были небольшие, но были резервы индивидуальной защиты, что же, он сказал, надо делать, вот это они верно сказали, во-первых, чтобы знать ситуацию, надо диагностировать, так было, Китай сделала диагностику, потом, конечно, и Германия делала, потому что Китай поделился вирусом, во-первых, обширная диагностика, и, как вы знаете, сейчас и семейные врачи при симптомах ОРЗ, если пациент звонит, они имеют право назначать, это отдаленно, приезжает, значит, вот эта лаборатория, которая сейчас это делает, это не лаборатория центра патологии, которая референтная лаборатория, самая высокого уровня, но другая, они берут мазки и дальше привозят к нам в лабораторию определять, ну вот, значит, ВОЗ сказал, во-первых, диагностика аксидная, а вторая, вторая, индивидуальная защита медиков, которые работают в очаге, опять-таки, ничего нового, но, конечно, изменились более эффективные средства индивидуальной защиты, и у меня, или у центра инфекционологии, то есть, мы все время, вот, постепенно, постепенно добывались, чтобы у нас эти дезервы все время были, и вот, это в первый момент нам дало возможности работать, а за это время уже обеспечило через, конечно, большую университетскую больницу, через государство, конечно, уже были трудно приобрести, но сумели все это сделать, и у нас не было, то есть, у меня все время двухнедельный резерв, я сказала, пока у меня нет такого резерва, я не могу спать, потому что тогда все кончится, не пойдет медик, то есть, не имеем права посылать в инфекционный очаг, если нет средств индивидуальной защиты, но я должна все-таки отдать должное тому, что очень серьезно, как и правление восточной больницы отнеслось, и в общей сложности государства тоже, и когда я смотрю эти все споры, то дешево, то дорого, но там вообще говорят о масках, это нас не касается, потому что для медиков надо респираторы, а маски надевают ведь на тех, которые, возможно, тихают, или у кого горло, то есть, чтобы вирусы остались при нем, при том, кто заболел, на него надевают маску, маска ведь не защищает, если мы идем по улице масками, это не защищает, а мы работаем, конечно, в респираторах, поэтому я считаю, в тот момент, когда было трудно, мы же знаем, что там, не знаю, какие-то перехватили то ли захазы для Германии, мы же имеем только ту информацию, которая доставляет масс-медиа, верная, неверная, но наверняка в большинстве верная, потому что сразу всем надо было, и тогда обычно образуется дефицит, но как-то мы, вот я думаю, все-таки среагировали в тот момент, когда сделали ограничительные меры, а потом уже, ну, проявили, то есть объявили чрезвычайное положение, люди более сознательные, спокойные, ну, и еще традиции наши, потому что мы все-таки более сдержанные в своем общении по сравнению с южными народами, все равно были Италии, или Франции, то есть... Да, у них большие семьи, они встречаются каждые выходные, да. Да, конечно, и вот, и даже эти поцелуи, и обнятия, это же тесные контакты, вообще, если вас, то вуз сказал, что дистанцирование один метр, минимум один метр, в Германии, вы знаете, они объявили полтора метра, а у нас сказали два, очень правильно, очень правильно, потому что человек, ну, иногда, даже мы видим в магазинах, ему тяжело на глаз определить, да. Конечно, но человек как-то приближается, потом отдаляется, я вообще хочу сказать всем очень большое спасибо, потому что в таких случаях лучше, чтобы мы переборщили даже, да, с этой осторожностью, если так можно выразиться, но чем недооценили это, ну, возможность заражения риски, да, и серьезные последствия, лучше сделаем больше в этом направлении, и будем ждать момента, вот, я сказала, мы должны как бы прожить, значит, апрель, ну, а уже в мае пойдет наш как-то. Может быть, такой последний вопрос, с учетом того, что все-таки вы возглавляли, я думаю, наши радиослушатели помнят, вы возглавляли и комитет Рижской думы, ну, до распуска Рижской думы по социальным вопросам, один из самых важных комитетов, вот теперь со стороны, глядя, ну, на временную администрацию, как вам кажется, вообще, достаточно ли активно временная администрация именно в социальных вопросах, потому что мы понимаем, что кроме, там, понятно, медицинской помощи, все-таки большинство латвитцев нуждается и в какой-то социальной поддержке, особенно те, кто остался без работы и так далее. Вы знаете, откровенно говоря, я слежу за этим, но очень мало информации дается, и я только даже не понимаю, чем занимается сейчас социальная служба, и поэтому я хочу сказать, что у меня впечатление, что, очевидно, недостаточно делать в этой сфере. то, что я последнее узнала, что детям будут выдаваться талоны за евро 42. Так как у меня родственники в деревне, то я могу сказать, что в Голганском районе, ну, или как это, Голганас Новос, да, там выдаются на ребенка 4 евро за день, 20 евро за каждого ребенка за неделю, и вот, например, в семье двое ребенок, детей, значит, 40 евро, и сказано, что нельзя покупать. Ну, естественно, алкоголь, сигареты, там даже кулы такие. Ну, понятно, да. И мамы набирают такие авочки, что действительно они могут покормить свою семью. Поэтому у меня эта сумма евро 42, вот это я специально себе запрограммировала. Это не серьезно. Это меня вообще не серьезно. Это даже, ну, такая надругательность, я думаю, это неприлично. Это меня не очень не понравилось. Я не знаю, кто это подсчитывал, исходя из того, что подсчитывал. А как помогается организованность тем людям. Я понимаю, да, да, Но это уже мы сделали в то время, когда говорили, что будет и кухня с теплой едой, раздачей, малообеспеченным, и будут те кухни, сохраненные всем, которые были на суповые кухни, да, это действительно, это все уже мы сделали, да, поэтому, я не знаю, бюджет приняли, не приняли. И сейчас я вам дам один пример. Вы знаете, на транспорта что-то там для студентов ограничили. и звонят не с института в Страдоне. Это было, я вам скажу, две или три недели тому назад очень уважаемая профессор, которая декан резидентов. И она мне говорит, профессор, вы в Рижской думе, вы же отвечаете. Я говорю, милая, Господь, думу распустили в конце февраля. Мы никто, то есть, профессор университета в Страдоне не знает, что дума и работает. И что все эти ответы, это фактически гримная администрация. И поэтому информации, конечно, недостаточно. Ко мне обращались, вот конкретно сегодня, я с утра иду на работу, встречаю, поскольку те, которые по одной дороге, мы здоровы, я в центре, и мне спрашивают, говорят, вот меня отправляют социальная служба туда, еще куда-то звонить, еще звонить, куда мне звонить. Я говорю, ну вы знаете, самый главный человек, это, конечно, мэр. К мэру вы не добьетесь, но это министерство, наши виды северионального развития, да, и среды, значит, очевидно, вы должны в этом министерстве обратиться, потому что они могут дать дальше указания госсекретарю министерства, который является ныне главой временной администрации, и тогда ответить на вопросы наши, потому что, ну, социальная служба, очевидно, не понимает, как раз, что это. Ясно, спасибо. Да, недоработано. Да, ну что ж, надеюсь, что вас услышат тоже, в том числе из временной администрации и директора центра инфектологии. Была у нас на прямой связи профессор Байба Розен, Тавра, большое спасибо.